А сейчас история спасения на передовой. Как работает военная скорая? Наш корреспондент Анна Прокофьева сопровождала бойцов. Но чтобы остановиться, нам нужно выйти из зоны поражения. Смотрим небо. А ребята, я только жгут могу в таких условиях наложить. Хоть ранение и легкое, важно исключить кровопотерю. Медик накладывает гемостатический бинт и перевязывает рану. Последнее время противник активизировался. Артиллерия работает. ППВ-дроны, кассетные бомбы. От кассетных какие ранения? Осколочные, массовые, обширные по всему телу. Много-много проникающих. Самое неприятное, что могут попасть и сверху, и сбоку. Залетают под броню. Сейчас едем в медбат. Там нас уже ждут, да? Да, заранее предупредили. Первическая бригада одевается. Эвакуация прошла успешно. Можно выдохнуть. Вовремя доставили раненого бойца в госпиталь и сами остались целы. Уже потом с позиции доложили вслед за нами, вылетел вражеский ФПВ-дрон. Не догнал. А эта группа эвакуации попала под удар дрона Камикадзе. Медик тяжело ранен. Ребят доставили в тот же самый медбат. Привезли нам этих ребят буквально несколько дней назад. К сожалению, это был наш коллега, медик. Парню оторвало правую руку. Причем парень поступил абсолютно вообще адекватный. Он понимал, что происходит, был вежливый. Говорил, что да, у меня руку оторвало. Жаль, что правую. Мы его оперировали под проводниковой анестезией. Тоже всю операцию держали с ним связь. Мы разговаривали, он шутил. Конечно, за таких товарищей берет гордость. В этом медбате есть все необходимое для оказания квалифицированной помощи. Операционный, рентген, компьютерная томография. Работа как конвейер, оценка состояния тяжести, рентген, перевязочная либо операционная. И так мы меняемся потихонечку. За свою практику чего только не приходилось видеть этим врачам. Интересный случай был, когда во время ближнего боя военному попало пуля в затылок. И пуля не смогла пробить кость и прошла вдоль кожи. Не задело жизненно важных функций никаких подцепов. Повезло, он даже не был эвакуирован, он отправился в медроту и не через пять вернулся в строй. Вот еще один интересный случай. Осколок прилетел в жетон. Соответственно, в грудь летел осколок, отрикошетил от жетона и просто порвал мягкие ткани. Эффективность работы медицинской службы крайне высокая. Более 90% раненых возвращаются в строй. Анна Прокофьева, Дмитрий Кьяновский, Руслан Мещеряков. Запорожская область. Первый канал.